всем привет у нас сегодня какой у нас сегодня день вторник вторник конец мая 28 мая и дождливо пасмурно сера на улице было пару теплых дней но погода испортилась и настроение последнее время тоже если честно вообще не очень это конечно связано все с работой потому что ситуация на работе такая напряженная непонятная стресса много поэтому наверное как вы заметили я мало стала снимать видео потому что вот у меня просто нет ни на что настроение я прихожу домой и я настолько расстроена что вот сломался вот вот это вот вот это вот атмосфера сломана которая у нас была на прежней работе наш коллектив я понимаю что это все переломано и на данный момент мы уживаемся приживаемся притираемся и это довольно таки тяжелый период плюс конечно же очень много работы и ну да так сказать я устаю поэтому на все другое не хватает сил и если честно не очень в последнее время настроение было но думаю сегодня возьму камеру в руки и поснимаю значит что вам рассказать вроде бы так давно не снимала и особо и снимать то нечего как то вот не доходят руки до всего остального а всего остального на данный момент очень много помимо youtube за который который я практически забросила в этом месяце что очень жалко помимо помимо youtube а костя заканчивает садик и у нас сейчас решаются с другими родителями такие вопросы как празднование вот это вот естественно в садике будет праздник дети концерт подготовят воспитатели но и родители хотят снимать зал и праздновать так сказать с воспитателями с детьми и все родители праздновать окончание садика дети взрослеют так быстро пролетело это время и как-то она пролетела для меня даже незаметно и это очень жалко конечно печально что вот так быстро уже идет ребенок в первый класс и и в общем все это сейчас организовывается очень много переписки идет в телефоне я за этим незачем не успеваю после работы открываю группу чат и там 60 70 80 сообщений естественно у меня нет времени и сил их снова читать вникать вот такая вот какая-то каша последнее время в жизни происходит я если честно вот так вот выхожу с работы еще и при такой погоде как сегодня когда ты так уже усталый и просто мечтаю море а моречки а солнышки а отпуске и хочу куда-то просто уехать и выключить голову отключиться от этого всего зарядить батарейку вернуться с новыми силами а сегодня я хочу с вами приготовить рецепт очень интересный который нашла в инстаграме случайно на него наткнулась рецепт этот у нас будет из батат это сладкий картофель да здесь картофель по-немецки по-русски вроде батат называется и туда нужен укроп вареные яйца соленые огурчики будем готовить с вами вместе мне кажется это будет очень вкусно поехали закупаться поехали за продуктами потом за костей потом домой будем готовить и посмотрим что получится а Редактор субтитров А.Семкин Ну что, я уже дома, забрала костюм и сейчас покажу вам быстро, что купила. Вот такой вот батат, вот такая вот картошечка. Сейчас ее надо будет запечь минут 45 в духовке, помыть, конечно же. Вареные яйца нам понадобятся, я купила уже готовые, так как времени варить нет. Авокадо понадобится, вот такие вот соленые огурчики, это мои любимые соленые огурчики, вот именно вот этой фирмы и именно с медом. Они вкусные, сладенькие и хрустящие. Укроп, нам понадобится петрушка, у меня есть замороженная, можно взять свежую. И капелька майонеза, где-то в холодильнике у меня есть, это капелька майонеза. Еще также купила йогурт, но это не для этого рецепта. Я немножко помыла корочку, я потом, когда он будет уже готов, есть не буду, сниму. Потому что до конца его отмыть невозможно. Сейчас я вилочкой вот так вот сделаю вот такие вот. Одной рукой неудобно. Короче, везде его вот так вот потыкаю вилочкой, чтобы он быстрее пропекся. И минут на 45 отправлю в духовку. И еще, наверное, его, чтобы еще быстрее это все пропеклось, заверну в фольгу. В общем, вот как-то вот так все это выглядит. Немножко еще полила подсолнечным маслом. И теперь я все это заверну. Так, и сладкую картошку мы нашу увидим через минут 45 примерно снова. Ну, а пока картошка у нас в духовке. Я займусь начинкой. Вот здесь у меня уже свежий укроп, который я нарезала. Петрушка замороженная. И вот из чего будет состоять начинка. Авокадо. У меня не так красиво получилось его очистить, как в инстаграме. Но я вообще, когда смотрю инстаграм, мне кажется, боже, какие все вокруг идеальные люди. Как у них все чисто, вкусно, красиво, аккуратно. Просто идеальная жизнь, идеальные люди, идеальная картинка. У меня не так идеально, как у них. У меня реально, как в нормальной жизни. Короче, яйца вареные и вот такие вот огурчики. И сейчас я все это буду мелко-мелко-мелко-мелко резать. И соединять. И вот такая вот у нас будет начинка, которую позже мы будем класть в разрезанную готовую сладкую картошку нашу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Готово, нарезано. Теперь я сюда добавляю соль, немного, перец, немного майонеза, у меня вот такой вот, даже с авокадо, и немного горчички. У меня вот такая сладкая, можно добавить любую. Столько, думаю, будет достаточно. Сейчас все это перемешаю. Ну что, наконец-то картошка запеклась. И вот такая вот красота получается. Кожурка очень хорошо, легко отходит. Я уже попробовала. Я уже попробовала. Это очень вкусно и полезно. Все, приятного мне аппетита. Я очень голодная. Но должна сказать, что картошка запекается, конечно, довольно-таки долго. Мне понадобилось почти час пропечь вот эту вот большую картошку. В конце видео я хочу с вами поболтать на такую тему, как детский сад. Костя в этом году заканчивает русский детский садик. Он отходил туда 4 года. Мы как раз сейчас находимся в его комнате. Подходит тема. И он как раз сейчас в садике. Мне кажется, эта тема будет интересна, так как я замечала, что в течение всего этого времени, когда я показывала Костин садик, так немножко, когда я его забирала, когда мы немножко о садике с ним разговаривали, у многих возникал вопрос, что Костя ходит в русский детский сад. Там я хочу сейчас немножко посравнивать русский детский сад с немецкими детскими садами. Сказать свое мнение. Сделать свой вывод. Будете вы со мной согласны или нет, это ваше дело. Давайте начнем, наверное, с самого-самого начала. Потому что этот вопрос, который задается мне довольно-таки часто, от которого у меня уже начинает дергаться глаз иногда. Почему ты отдала Костю в русский детский сад? Давайте вернемся в 2019 год, когда я развелась. И мы вдвоем с Константином переехали жить в Берлин. Косте, значит, еще не было даже двух годиков. Ой, вот этот вот родительский отпуск подходил уже к концу. И пришло время мне подыскивать работу, а Косте подыскивать садик. Все это должно было произойти, установить я должна была это все найти в короткие сроки, что было очень тяжело. Я по нашему району написала письма, электронные письма, по-моему, в 22 садика, если я сейчас уже точно не помню, в 20 садиков это точно, если не больше. И даже вот садики, которые были уже подальше, даже туда писала. И мне ответили три садика, всего три садика, два из которых меня спросили, на сколько часов я смогу отдать ребенка. Только потом до меня дошло, как важен этот вопрос. То есть, чем больше часов ребенок может находиться в садике, тем больше получает денег от города садик, если я это так правильно понимаю. На тот момент я, конечно же, еще не могла конкретно ответить на этот вопрос, потому что для этого мне надо было знать, сколько часов я иду на работу. Вот такие вот трудности возникали, поэтому эти два садика, которые нами, так сказать, заинтересовались, сразу же нас отфутболили. И вот третий садик, это вот этот русский садик, в который Костя попал, когда я туда ходила на разговор, когда посмотрела садик, мне очень все понравилось, я ходила на разговоры, мне сказали, что группа уже набрана, что ждать нечего, и, скорее всего, места я в этом садике не получу. Но каким-то чудом, я не знаю, то ли Бог меня услышал, то ли что это, каким-то чудом в нашей группе в садике один ребенок переехал, и освободилось одно место. И вот так вот мы совершенно счастливым случаем каким-то попали в этот русский садик. После того, как Костя уже получил место в саду, я уже могла, конечно же, спокойно найти себе работу. Поэтому, когда меня спрашивают, зачем ты отдала ребенка в русский садик, у меня начинает немножко дергаться глаз, потому что у меня не было большого выбора, куда отдать ребенка. И я не жалею, что я отдала его в русский садик, что мы туда попали. Наоборот, я очень довольна. И если бы у меня был выбор, если вернуться назад, и у меня бы был выбор отдать ребенка в русский садик или в немецкий садик, я бы отдала его снова в русский садик. Есть один плюс, который является также минусом русского детского садика. И это самое главное. Ребенок не забудет русский язык. Это очень большой плюс в будущем ребенка. Я могу это сказать по себе. Чем больше языков вы знаете, тем легче вам будет в жизни дальше. Из этого плюса сразу же вытекает минус. Ребенок не выучит так быстро немецкий язык. Особенно, если вы дома разговариваете на русском, так как это у нас. Мы дома говорим только на русском. И поэтому у Кости страдает немецкий язык. Я не сомневаюсь, что он его выучит. Да, ему будет тяжело в первом классе. Поначалу ему будет тяжело. Я вижу, что он знает много слов. Я вижу, что он многое понимает. Но он еще не может говорить предложениями на немецком. Он немецкий, ему еще тяжело дается. Вот этот плюс, который вытекает в минус. Тут, смотря как посмотреть на эту ситуацию, смотря с какой стороны посмотреть. Когда мы еще жили на земле Шлис-Викхольштейн, под Гамбургом, Костя начинал ходить в маленький садик. Это даже был не садик. Это была такая Тагес-Мутер. Небольшая группа деток, за которыми наблюдала воспитательница, так сказать. Он начинал пару недель, он туда сходил, и потом мы переехали. Мне абсолютно не нравилось там. Прошло еще даже привыкание. Мы были там только совсем мало часов. Но я уже подыскивала большой садик, тоже уже находясь на земле Шлис-Викхольштейн. И мы ходили с Костей смотреть, как выглядит большой садик, куда бы его взяли с трех лет. Он был уже немного поприличный. Но вот, например, большой минус для меня в немецких садах, что там смешанные группы. То есть там совсем маленькие дети в одной группе с детьми, которым уже шесть лет, которым уже в школу скоро. И вот я смотрела на это все со стороны. И вот эти маленькие дети, которые еще совсем ходить-то не умеют, шатаются, либо еле ходят, либо ползают. И вот эти вот слоны шестилетние рядом бегают, толкают их, они падают. На руки им наступают. В общем, такое немножко жалостливое зрелище было. Мне жалко маленьких детей. И говорят, что это способствует быстрому развитию детей. Что они друг от друга большему учатся. Но я бы не хотела, чтобы мой ребенок вот так вот в смешанной группе был бы. Все-таки мне нравится больше, как было в нашем садике, дети примерно все одного возраста. Еще один минус, который я совсем забыла вам назвать, это то, что в немецких детских садах дети спят на тонких матрасах на холодном полу. В нашем саду, в русском садике, дети спали на нормальных, полноценных кроватках. Так же, что мне не нравится в немецких детских садах, что надо приносить детям, давать с собой еду. И я знаю, что это в каждом саду по-разному, но вот у меня коллега, у нее девочка ходит в садик, и им надо носить с собой, например, овощи и фрукты на перекусы для детей. И родители разделили, там уже между собой разделились, и закупаются по неделям. То есть это не очень удобно, что ты отдаешь ребенка в садик, и еще должен думать приносить с собой еду. То есть это в нашем садике, это огромнейший плюс, ничего носить не надо было. Ребенок поднимается, мы едем в садик, он получает там завтрак, он получает там обст-паузы, витаминная пауза, в общем, овощи, фрукты, у них большой обед, у них полдник, и в общем целый день ребенок ест, что я наблюдала своими глазами в немецком саду, мне очень не нравится, они любят перекусывать на улице. И вроде бы-то все ничего, на свежем воздухе все хорошо, но мне не нравится то, что вот вроде воспитательница в перчатках выдает детям, которые бегают на улице, сосиску, булочку, там в перчатках, что-то им выдает, все хорошо, но дети, которые бегают на улице, играют в песочнице, с грязными руками, берут это все и едят. Немножко вот это вот мне не очень нравится, слава богу, в нашем садике такого не было, дети играют с грязью, и это абсолютно нормальное явление у немцев. Сидеть на полу, играть с грязью, мне вот это как-то не очень нравится, мне кажется, это сразу же какую-то неаккуратность воспитывает в детях, да, и вот я училась в немецкой школе и в девятом и десятом классе, то есть уже довольно-таки в взрослом возрасте, да, приехала, и мне было очень дико вот это видеть, когда школьники просто кидали портфель, садились на асфальт, садились в школе на пол, на камни, где стоят, там садятся в любой одежде и достают там на паузе булочку, какой-то бутерброд и начинают ее есть прямо вот на асфальте, неважно, хоть и грязь там будет, и меня это было очень, для меня это было очень дико, но сейчас я уже как-то не удивляюсь этому, потому что, к сожалению, немцев вот как-то с детства вот так вот приучают к некой такой, на мой взгляд, неряшливости, а теперь я хочу немножко рассказать о своих наблюдениях, о минусах русского садика, минусы в том, что при любой возможности было, я не знаю, может быть мы попали, конечно, в такое время, корона была, при любой возможности как-то вот пытались наш садик закрыть, как-то вот попозже начать, пораньше закончить рабочий день, очень это было заметно в корону, был один такой случай, когда я была на работе, и мне поступает звонок, приезжайте, забирайте все своих детей, приезжайте, забирайте своего ребенка, группу закрывают, потому что подозрение на корону в соседней группе, мы, конечно, все сорвались, родители, приехали, ушли с работы, забирать ребенка, а мне говорят, а уже не надо, подозрение отпало, то есть, ну, если вы уже приехали, то можете забрать, и вот такие вот моментики были, чувствовались, прослеживались такие моменты, если можно где-то как-то, то можно не работать, мне очень не нравилось, как работала бухгалтерия в нашем детском саду, я не знаю, от чего это зависело, может быть, конкретно сам рабочий бухгалтер ненадежный, но очень тяжело было туда дозвониться, дописаться, у меня сменилась номер карточки банковской, и я написала имейл, который был проигнорирован, а так как, когда меняется банковская карточка, надо много где сообщать, я написала в садик имейл, и на этом успокоилась, потому что у меня, кроме этого, других проблем много было, и как-то вот они это не увидели на мой имейл, не ответили, я как-то этот момент упустила, и через три месяца вылезло то, что мне прислали письмо, что вы не платите за садик, что случилось, почему, и я откопала этот имейл, показала им, и они сказали, что они его не получали, в общем, отмазались, и мне надо было сверху заплатить небольшую сумму, короче, штраф, при этом мою карточку внесли в компьютер, но два раза после этого что-то было опять не так, то ли у меня больше снимали, в общем, сейчас уже точно не скажу, в общем, такое вот с бухгалтерией было очень тяжело, в общем-то, и все, больше я минусов не нахожу, очень приятно мне было вводить туда костью, очень нам там нравилось, мне там нравилось, вспоминалось и мое детство, садик у нас был классный, я надеюсь, что и в школе будет дальше так же, хотя школа сейчас начнется немецкая, вот такие вот дела, в моем случае однозначно русский садик лучше, чем немецкие детские сады, пишите ваше мнение в комментариях, пишите ваши, может быть, какие-то наблюдения, примеры, на этом я сегодняшнее видео буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, мы увидимся в следующих видео, пока-пока, в следующих видео,